всем привет в одном из прошлых своих видео я демонстрировал вот такой недорогой bluetooth адаптер версии 5.0 купленный за 100 рублей но через некоторое время у меня начались с ним проблемы и я приобрел более дорогой адаптер это уже проверенные фирмы орика и в этом видео я хочу наглядно продемонстрировать чем же отличается дешевый адаптер от дорогого или может быть в них нет никакой разницы модель нового адаптера orica bta 508 на упаковке указано что он совместим со всеми версиями windows а на обратной стороне расписана область применения на страницу продавца можно выбрать вариант белый или черный а также здесь же можно выбрать адаптер версии 4.0 еще очень важно на странице указано что в windows 7 10 и скорее всего 8 и 11 необходимо обязательно устанавливать драйвера хотя у меня при первом подключении драйвера сами подхватились но я все равно их установил и еще что немаловажно данный адаптер не работает с устройствами apple mac us и linux старый адаптер я использовал в основном только со своими наушниками и с ними проблем почти не было а вот с портативными колонками проблема есть и сейчас я это продемонстрирую версия встроенная по данного адаптера 9.8 это соответствует bluetooth версии 5.0 согласно таблице итак добавляем нашу колонку как новое устройство и послушаем музычку warehouse обждишь-интаж ну оно на hang мы Через некоторое время воспроизведение колонка начинает заикаться, потом звук восстанавливается и еще через несколько секунд снова заикается. А с наушниками почему-то такой проблемы нет. Скорость передачи данных. Поставил на прием видеофайл объемом чуть более 100 мегабайт. Спустя почти минуту строка прогресса даже не изменилась. При приеме фотографии все не так плохо, но все равно медленно. 3,5 мегабайта за полминуты. У нового адаптера версия LMP уже 10.3. Это соответствует Bluetooth версии 5.1. Послушаем музычку. Ну не буду вас долго томить, в общем зависаний нет и даже качество звука заметно отличается, особенно в наушниках. При передаче того же видеофайла объемом 100 мегабайт и мы хотя бы видим, что процесс идет. А при передаче фото видим, что скорость передачи чуть ли не вдвое выше. Ну для наглядности два видеоряда. Еще одна проблема. Это запись микрофона. Раз-два. Раз-два. Раз-два-три. Это я записал со старым адаптером. А на выходе получилась какая-то хрень. И еще разок. А вот запись нового адаптера. Раз-два. Раз-два-три. Раз-два. Проверка-проверка. Конечно, качество звука далеко не ахти, но он хотя бы есть. И кстати, со старым адаптером от Orico версии 4.0 микрофон тоже так же работал. Какой урок можно вынести из этого? Внимательно изучайте описание продукта, который приобретаете. Не покупайте NoName устройства, на которые даже драйвера не найти. И тогда все будет работать нормально. Ну вот и все на этом. Надеюсь, видео было полезным. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok